Еще раз с удовольствием отмечу, что благодаря вам, вашей поддержке, вашим комментариям, я словно впервые начал читать эти книги. Вспоминаются слова Высоцкого «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем», и только немного завидуюсь тем другим, у которых вершины еще впереди. И вот я словно в первый раз это все читаю, заново переживаю вместе с вами, вместе с героями. И мне интересно то, как будет развиваться, потому что какие-то моменты, а их немало, я упускал в предыдущие прочтения, не придавал значения, не углублялся. Я, конечно же, читал первая глава, вторая, третья, четвертая, пока не устану. А вот так, чтобы по одной главе. И каждый раз, когда я представляю ту или иную главу нового, мне хочется как-то особо ее отметить. В этой главе вот то-то, а в этой очень много действий. А в этой будут такие размышления, что 24-я глава, у меня сразу создалась вот та форма, в которой я представлю эту главу. Мне хотелось бы по этой главе сделать, ну, наверное, два вечера. Ну, вот так мне захотелось ее представить. Она действительно и немаленькая, такая, семь листов, насыщена и действиями, и размышлениями, и откровениями какими-то. И, знаете, вот так же, как в каждой книге о Гарри Поттере, в конце есть глава, в которой, ну, пока Дамблдор жив, Дамблдор общается с Гарри Поттером. И эта глава по своему наполнению, смысловому наполнению и объяснению того, о чем мы вот читали всю эту книгу, что мы должны были понять, там вот излагается в этой главе. Мне вот эта 24-я глава в чем-то напомнила вот те главы. Здесь много чего мы понимаем. Здесь много чего происходит. Значит, изменения обнаруживают в себе герои, которые уже, оказывается, произошли с ними. Не то, что вот она чувствует, что вот сейчас... Она чувствует то, что уже произошло. Или он говорит то, что... Может быть, раньше мог бы сказать, потому что время не пришло еще, а вот сейчас... Но начинается, конечно, я сегодня решил не пересматривать видео. Ну, мне сегодня представлять новую главу. Еще не так поздно. Я решил так себя не травмировать, просто пройтись по тексту, не пересматривая видео, потому что там это все сделано, ну, так скажем, очень здорово. Крик Прим, который слышит Китнис. Он заставляет ее сорваться с места, плюнуть на все границы, на все сектора, на всех трибутов, друзей, врагов и бежать на этот крик. Она еще не знает, что. Она не понимает, что происходит, почему ее сестра здесь, почему она так душераздирающая, так умоляющая, так отчаянно орет. У меня было не раз, когда, ну, вот не эти, эти еще молодые, а вот раньше вот у меня были кошки, коты. И бывали случаи, когда я вхожу на балкон или окно открытое, я замечаю, что кошка смотрит вниз, там, скажем, у нас высокий этаж, высотный дом, этаж тоже высокий. И в этот момент у меня подкашиваются ноги, колени дрожат, ноги подкашиваются, я знаю, что кричать нельзя, они могут испугаться, будет хуже. То же самое примерно чувствует Прим, но она бежит. Что этого ей, как это ей удается, вот она бежит, она на голос, вот голос уже ближе, голос уже четче, голос уже... Она выбегает на поляну и понимает, что это идет голос отсюда. Вот как она вот этот момент выдерживает, и потом она обнаруживает, что голос над ней. Это еще страшнее, то есть она сразу видит у себя, а мозг работает мгновенно. Она видит картину, что сестру ее подвесили, мучают ее в таком состоянии. Она смотрит наверх, слышит голос, но не видит ее, слышит, но не видит. Где, где вот этот ужас, вот этот кошмар. И, наконец, она совмещает источник этого ужасного крика с птичкой, которая сидит на ветке. Она понимает, что это сойка-говорун. Она ее никогда не видела, слышала о них. Но вот смотрит она на нее, она сравнивает ее с пересмешниками, с обыкновенной пересмешницей. Она знает сойк-пересмешниц, и вот получается у нее, да, скорее всего, вот этот самец с обычными пересмешниками дает вот сойку-пересмешницу. Она понимает, что это такое, что это оружие капитолия сейчас на нее действует. Она выпускает стрелу-говорну в горло, а когда он падает на траву, еще и сворачивает шею для верности. Отбрасывает мерзкую тварь в джунгли. Лучше подохнуть от голода, чем притремнуться к ее мясу. Замолчи. Здесь есть слово в русском переводе, в английском его нет. Но, в принципе, это слово могло вырваться в этот момент. Вот она стреляет, замолчи. А могло и не вырваться. В оригинале его нет, в переводе оно есть. Кстати, по переводу у меня здесь, раз, два, три, четыре момента. Я бы не сказал, что они такие уж важные. Уже вы сами решите. Я просто расскажу о них, так, легонько. Из них я считаю, что два можно принять всерьез и подумать о том, что стоит ли для себя заменить оригинальный текст тем, который я предложу. Она себя утверждает, что это неправда, это все это неправда, это не происходило на самом деле. Это вот эта птица, вот я ее сейчас уничтожила, все это игры распорядителей. За ней поспевает финик, который побежал за ней. И вот он вбегает на опушку. Она говорит, все, 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 все в порядке, я прихожу в себя. Конечно же, она не в порядке, она не может быть в порядке. Вы понимаете, когда человек слышит, как мучается близкий человек, когда слышит мучение, у него в глазах рисуется это все. Мозг так работает. Очень близкий человек. Значит, мозг будет рисовать это в деталях, в малейших деталях. И она слышала это так явно, у нее на всю жизнь травма уже. Следующая стадия, если бы она все это увидела вживую. Если бы она вживую видела, как ее сестры умучивают. Вбегает финик, она говорит, что все в порядке. Хотя, конечно, мы знаем, что с ней не в порядке. Мне померечился крик сестры, но и тут финик слышит знакомый крик. И то же самое, что происходило с ней, происходит и с ним. Он срывается и бежит на этот крик. Китнис пытается его остановить, но понимает, что смысла нет. Надо просто бежать за ним. Он крупный, он большой, он быстро бежит и валит вот эту растительность за собой. И Китнис в данном случае удобно бежать за ним, потому что дорожка уже проторена. Это она бежала сквозь заросли. Лианы царапали ей лицо, резали руки. Она бежала, потому что ей надо было спасти сестры. А сейчас финику надо спасти Энни. Она не знает, кто это кричит, что это за голос, но понимает, что он сорвался по той же причине. И вот он прибегает на какое-то место, слышит опять-таки голос сверху, крутится вокруг дерева. Это дерево 4 фута в диаметре. Это где-то метр двадцать. Написано метр в английском, но 4 фута это метр двадцать. Четко можно по рулетке посмотреть. И ветки выше... Нет веток на первых шести метрах. То есть первые ветки начинаются на двадцатифутовой высоте. Это где-то 6 метров. И вот оттуда идет этот крик. Он-то только что видел, что происходит с Китнисом. Но когда с ним это случается, он представляет, что делают с любимым человеком. Китнис желает ему помочь, конечно. Она забирается на соседнее дерево. Она локализует вот этот голос, находит эту птицу и убивает и эту птицу. Птица падает. Он поднимает эту тушку. Туго соображает, что же произошло. Она спускается вниз. И у него в глазах безысходная тоска. Она говорит, успокойся, это же был Говорун. Это не по-настоящему. Это не твоя Энни. Он говорит, это не Энни, это голос ее. А откуда они взяли эти звуки? Она говорит, записывает. Говорит, записывают-то с чего? Должен же быть оригинал. Они это слышат и воспроизводят. У Китнис подкашиваются ноги. Я представляю вот помутнение такое, что действительно оказывается не позавидуешь ситуации. Мне представляется прим, привязанная к столу в белой комнате. Люди в халатах и масках склонились над ней и пытают, добиваясь необходимых звуков. Или пытали. Колени подкашиваются. Я падаю на землю. ОДР шевелит губами, но мне уже ничего не слышно, кроме нового крика, раздавшегося где-то слева. И на этот раз голос принадлежит Гейлу. Финик успевает ее поймать за локоть и тащит вниз, вниз, подальше от этого места к воде, к берегу. Это не он. Это не он. Он уже понял, что это не он. Она понимает, что это не он. Но болезнь только в этом голосе. Она вот услышала версию Финика о том, что это все происходило где-то, когда-то. В реальной жизни. Это лишь воспроизведение того, что было как-то. Ей дурно становится. Это не он. Это не он. Китнес. Это там переродок. Все. Идем. Он тащит ее силой, почти уносит прочь, и она наконец начинает соображать, что парень прав. Это просто еще один говорун. Застрелю его, ничего не изменится. Но вот это же голос Гейла. Где-то кто-то когда-то заставил его издавать подобные вопли. И вот они бегут от этого места, потому что ситуация такая, что сделать они здесь ничего не могут. Сражаться они не могут. Это не обезьяны, которые нападают, и если ты не ответишь, они могут убить. А это птички. Они сидят, голосят, не нападают, ничего. Они просто делают то, что им приказано делать. Просто воспроизводить вот такой-то звук. Они это будут делать целый час. От этого можно только убежать, что они и делают. Но вреда от этого будет столько, что пусть хоть Хемич присылает 10 посылок, они не излечат. Это травма психологическая. Она может вообще никогда не излечиться. Пока они бегут, вот они выбегают, видят Пита и Джоан, и они стоят там, что-то машут им руками. Подсознательно где-то у... Что тут у меня здесь? Подсознательно где-то вот у Китнис какая-то злость необъяснимая. Что чего вы там сидите? Мы здесь мучаемся, а вы там сидите, не хотите нам помочь, и бите еще там. Они подбегают, и стена, прозрачная стена, которую они не могут пробить. Пита что-то говорит, они его не слышат. Бьют по этому невидимому какому-то стеклу, и ничего. Джоанна там топором бьет, ни в какую. Бите, качает головой из стороны в сторону, но ничего не может сделать. Ни Бите, ни Пита, ни Джоанна. А птиц все больше и больше. И они кричат, они... И можно начать стрелять. Что, в принципе, она и делает. Расстреливает все свои стрелы, а их все больше и больше. Они кричат, причем голоса всех, кого только можно было найти. Там и Прим, и Гейл, и мама ее, и Медж, Рори, Вик, и даже пози. Беспомощная маленькая пози. Они просто зажимают уши руками с силой, чтобы не проникли вот эти звуки в голову. Они падают. И вот в такой позе ее поднимает Пита, выносит к берегу. Она все еще напряжена, у нее вот свело вот как будто руки, так он ее ласкает, он ее успокаивает. Постепенно она разжимает вот эту хватку головы и ее бросает в дрожь. закончился этот час. Закончился этот час. Но они считают, что это четвертый час. То есть, может быть, между туманом, за которым они наблюдали, и вот сойками, говорунами, прошло два часа, поэтому это получается именно четвертый сектор. после туман обезьяны, говоруны. Потому что, в принципе, это мог быть и пятый сектор, и шестой. Они же не знают, где сейчас они находятся. Но по времени чисто совпадает, что вот прошло, наверное, полтора часа с того времени, сейчас должен быть следующий. Следующий – это вот эти сойки. Они выходят из оцепенения. Китнис спрашивает у Пита, ты слышал? Он говорит, я слышал Прим. Но ты-то понимаешь, говорит, что Прим сама-то не здесь. Это голос ее. Китнис версию Финника выдвигает. Говорит, что голос-то ее, но она запомнила то, что было сказано когда-то. Прим это кричало, Гейл кричал, Энни кричала. А Пита подключает в разум и вот каким образом ее уверяет в том, что такого не было на самом деле. Им хочется, чтобы ты так считала. Помнишь, как в прошлом сезоне я не мог понять вправду ли у переродка глаза диадемы? Взяли ли они, вырезали глаза, вставили? Так вот, это были совсем не ее глаза и не голос-прим. Разве что капитолицы взяли с записи ее интервью, а потом изменили звук. Она же давала интервью во время тура победителей. Ну вот, пожалуйста, прецедент. Нет, над ней издевались. Возможно, даже убили. Китнис, ее не убили. Прим жива. Вспомни, нас остается, скоро нас останется восемь. Что потом происходит? Она говорит, будем биться, пока семеро погибнут и останется один. Нет, нет, не здесь, дома. Что происходит дома, когда восемь остаются? Она приходит в себя, говорит, интервью, да, проводит интервью с родными и близкими. если прим убили, с кем будет проводить интервью? В фильме тоже говорят, так ее же очень любят. С ней будет интервью. Как может она вот думает, потом понимает, что Пита хочет помочь, поддержать, но ей хочется действительно убедиться в этом. Сначала прим, потом твоя мама, кузень, подруга. Китнис, это была дурная шутка со стороны вот этих распорядителей. Они просто тобой играют. Мы в игре находимся, а не те, кто дома. Те, кто дома, их будут просто показывать потом. А сейчас ты должна мучиться. Она смотрит на Финика. Финик очень внимательно слушает Пита. И они поворачиваются к независимому эксперту. Битти, возможно ли такое? Книга написана, книга, ну написана она раньше, но она вышла в девятом году, 2009 год. Сегодня, мы же видим, что сегодня происходит. сегодня искусственный интеллект, с помощью искусственного интеллекта можно делать что угодно. Можно создавать фильмы, используя лица кого угодно. Можно записать, создать песню, которую поет человек, который умер 50 лет назад, скажем. Сколько песен Битлз сейчас есть, которые то есть песни, которые они никогда не записывали, ну пожалуйста их поет скажем Джон Леннон. Это сегодня это вот на так делается. И сейчас Битти говорит, да конечно, ничего тут сложного, там сколько, даже младшему школьнику по зубам такая задача. Сегодня это наша жизнь, это наша реальность. Искусственный интеллект работает, будь здоров как. Так что это все возможно. Джоанн тоже говорит, я согласна с Питом, твою сестру любят, если бы эту убили твою сестру, восстание бы подняли. И берет и кричит. Прикиньте, мятежи по всему, по нему, а? Понравится такое? Открыто она вдруг кричит. Вдруг, потому что не успеют ее, там какая-то пятисекундная пауза есть, задержка, сняли, показали, сняли, показали. А из-за этих пять секунд она может успевать что-то прокричать. Прикиньте, говорит, по всему по нему, мятеж, мятежи по всему по нему, а? Понравится? Она китни смотрит, у нее удивление, что вот так прямо открыто сказать. И Джоанна говорит, я за водой и идет в джунгли. Не ходи, опасно, осторожно, говорит. А Джоанна говорит, а что мне? У меня никого нет, никто меня не любит, никому я не нужна и не боюсь ничего. Ее не запугать. Очень такой кратковременный момент, вот такая короткая такая сценка, короткая реплика. Мы ее прекрасно понимаем, но еще немножко надо поработать и почувствовать то, с какой горечью это могла сказать Джоанна. Должно быть, они попрятались и все равно не хочу туда никого пускать, даже ее. Не ходи, эти птицы, ну, мне-то на них наплевать. Я не то, что вы все. У меня не осталось любимых. Джоанна с досадой выдергивает ладонь и уходит. А когда возвращается Китнис, я принимаю из ее рук воду и молча киваю, зная, как бы ее взбесил мой сочувственный голос. Так что тут надо просто молча показать, что она все поняла. Маленькая такая, может быть, даже незаметная сцена, но вот здесь у нас как-то вырисовывается вот характер Джоанны. Она к своим, сколько у нее там, 24 года получается. Не уверен точно, но по-моему, да. Она очень много чего потеряла. Она очень настрадалась. Это еще один сломленный человек. Отсюда и агрессия какая-то, отсюда и желание быть замеченной. Вот это вот желание раздеться, оголиться. Еще один травмированный человек. Еще одна сломанная судьба. И вот она носит воду, носит питье, собирает стрелы, китнес, финик идет купаться. Она сидит с Питом и спрашивает у него, слушай, а кого, вот, чей голос был, финик, на кого это среагировало. И он говорит, на голос Энни. Это какая Энни? Говорит, Энни Креста. Мэгс вызвалась добровольцем вместо нее. Энни была победительницей. Пять лет назад написано, вот так четко, а в оригинале написано лет пять назад. Может, пять, может, шесть, но, наверное, все-таки пять. Ну, там так, не совсем точно, лет пять назад. Around. About. И Китнис понимает, что примерно в то лето, когда семья жестоко страдала от голода и ей пришлось начать всех кормить. То есть, она, наверное, не смотрела эти игры, поэтому не запомнила. Тогда не до этого было. И она спрашивает, это тогда землетрясение было? Говорит, да, тогда было землетрясение, которое прорвало дамбу и большинство, большая часть арены ушла под воду. Энни выжила потому, что лучше всех плавала. У нее на глазах убили ее напарника, обезглавили. Это на нее сильно повлияло. Она можно так сказать? Сошла с ума. Как здесь написано? Энни сошла с ума, когда ее напарника обезглавили. Сбежала от всех и долго пряталась. Потом землетрясение, потом рухнула дамба, затоплена арена, и она спасается, потому что умеет держаться на воде. Четвертый дистрифт. трудно сказать, а потом ей не стало лучше, спрашивает Китнис. Он говорит, по-моему, не знаю, в смысле с головой. Питер говорит, судя по жатве, нет. И Китнис понимает, говорит, так вот, кого любит Финник. Это не те из Капитолия, которые его одаривают чем угодно, выдают свои секреты поклонники, поклонницы из Капитолия. Это несчастная, сломленная, сумасшедшая девушка с Родины. Вот вам и образ Финника дорисовывается, каким мы его видели в начале игр, вот эти с кубиками сахара, которые подходят. И вот сейчас и он, и Джоанна, чем больше копаешься в человеке, тем ближе он становится. Вот этого боится каждый из них, потому что сейчас мы друзья, а когда нас останется, скажем, 8 или 7, что мы будем делать, как мы будем сейчас друг друга убивать? Еще одна пытка, предлагаемая Капитолием. Вдруг гремит пушка. они смотрят на арену, видят, что подлетает планолет к шестичасовому сектору. То есть это от 6 до 7. И раз 5 опускается и поднимает по частям какое-то тело. Одно тело, один раз звучит пушка, раз 5 поднимается. Они понимают, что не знают, что там, но туда они попасть не хотят. Вот в этот сектор шестичасовой что-то, что четвертует. Сейчас они более-менее понимают, куда нельзя идти. Что там других, они не знают пока. Финик сплетает еще одну миску для воды, рыболовную сеть, идет ловить рыбу. Когда он ее ловит, он дает китнис, она чистит, начинает готовить, они готовятся к ужину, и у нас появляется снова предмет, такая создается ситуация, которая обозначается, вот уже несколько раз было у нас в тексте, луной. В свете луны всегда происходит что-то такое интересное, что-то важное, что-то нужное. И вот в свете луны они уже готовятся, а арены наполняются таинственным полумбраком, они готовы начать ужин, как вдруг звучит гимн. И вот они садятся и начинают считать, загибают пальцы или как неизвестно. Кашмира, блеск, вайрис, это вот во время, перед вращением этого острова. Женщина из пятого дистрикта, Мегз, морфлингистка, отдавшая свою жизнь запита, чума, трибут из десятого. Восемь покойников, и до этого было восемь, то есть шестнадцать за сколько там? Полтора дня. Шестнадцать человек за полтора дня, две трети. Действительно, Капитолий хочет побыстрее разобраться с этим шероховатым сезоном, опасным сезоном. И две трети за полтора дня готовы. Что будет дальше? Вон еще сколько неначатых секторов есть. Что-то быстро ведеют наши ряды, Джоанна замечает. Кто остался? Мы пятеро, Пита Китнис, Битти, Джоанна, Финник. Кто еще? Еще те двое. Это Эннабария и Брут. Финник, Пита сразу говорит еще рубака, Чав. Видимо, он не забыл совет Хеймича. Приглядеть за ним, он хороший. Скорее всего, он каждый раз смотрит и думает, рубака есть, рубака есть, раз, нет. Первая ночь прошла, вторая, рубаки нет. Ага, и потом когда спросили, кто еще? У нас он сразу отвечает, рубака есть. Итого восемь трибутов осталось. И с неба опускается еще один парашют. Потом будет ясно, какой важности этот парашют нес содержимое. они смотрят на хлеб, который находится в корзине. И Питто узнает этот хлеб. Он говорит, маленькие такие миниатюрные хлебца, он говорит, это из третьего дисректа, правильно, Битти? Он говорит, да. Битти говорит, сколько их там? И аккуратно пересчитывают их и говорят двадцать четыре штуки. Двадцать четыре хлебца. Как будем делить? Ну, каждый возьмет по три штуки. Их тут шесть, да. Раз, два, три, четыре, пять. Каждый берет по шесть. Это тридцать получается, нет. Каждый возьмет по три штуки. Пятнадцать предлагает Джоанна. А те из нас, кто доживет до завтрака, сами как-нибудь разберутся. С сарказмом. Может по жребию, может еще как. Китнис этот момент как-то хмыкнула. Да, интересно. Сарказм, такая ирония. И это замечает Джоанна и не злится. Это тоже одобрительно как-то она относится к этому. Вот первый раз между ними такой контакт произошел. Я от чего-то прыскал в кулак, может из-за того, что она права, девушка отвечает почти одобрительным взглядом. Или нет, не совсем одобрительным, но слегка довольным. Вот нас здесь раз, два, три, четыре, пять. Каждый берет по три, пятнадцать. А то, что останется, ну там как-нибудь разделим. Те, кто выживут, между собой распределят. значит, они сидят и ждут десятичасового события. Это волна, которая накрывает этот сектор. Естественно, она распространяется до противоположного берега, как и обычно. И они идут в этот сектор и устраивают там ночлежку. Почему? Потому что целых двенадцать часов можно спокойно там прождать, пока следующая волна не польется. Из сектора номер одиннадцать доносится какой-то стрекот, там смертоносные какие-то насекомые. Они стараются его обойти, но за пределы джунглей это не выходит. То есть это что-то такое, что в джунглях, на деревьях, на земле или на чем-то там взиждется. Какие-то насекомые они обходят, садятся около десятого и располагаются. Китнес удивляется, почему Джоана до сих пор не свалилась с ног, потому что ей с самого начала игр там час или два она всего спала. Китнес и Пита вызываются караулить, во-первых, потому что они просто хотят поговорить друг с другом, побыть вдвоем, да и потому что отдохнули, успели отдохнуть. Остальные ложатся спать, Финик во сне мечется, там произносят имя Энни и так далее. А эти сидят, Китнес смотрит на воду, Пита смотрит на джунгли и в тишине думают о чем-то. Китнес прислоняется к Пита правым плечом и бедром, успокаиваются, затихают, потом она кладет ему голову на плечо, он ее ласкает и между ними происходит очень интересный и очень глубокий разговор, который, как Китнес потом замечает в процессе, не ориентирован на телевидение, не ориентирован на тех, кто смотрит, тех, кто наблюдает. Это Капитолии, это дистрикты, это друзья, это враги. Что говорит Пита? Он заводит этот разговор. Китнес нет смысла притворяться, будто нам неизвестны намерения друг друга, учитываем, что это все может быть слышно и видно в телевидении, по телевидению. Она думает, что значит, еще раз, нет смысла притворяться, будто нам неизвестны намерения друг друга. Китнес думает, может и нет, но и обсуждать это бесполезно. По крайней мере, нам это ничего не даст. Я знаю, что надо Пита спасать, а Пита я не знаю, что ему там Хемич наобещал, но Хемич должен был мне, он мне поклялся, он должен спасти Пита. А зрители Капитолия, ну, они сейчас смотрят, припали к экранам, слушают каждое слово, их интересно. И она отвечает, я не в курсе, какую сделку вы заключили с Хемичем. А, он говорит, извиняюсь, извиняюсь, я не в курсе, какую сделку вы заключили с Хемичем, но ты должна знать, он и мне кое-что пообещал. вот тут она думает, ну, разумеется, ментор посолил напарнику спасти мою жизнь, чтобы усыпить его бдительность. Пита делает вывод. Нет, ошибаюсь, это не Пита делает вывод. Это да, да, правильно, это Пита делает вывод. Это прямая речь. Я не в курсе, какую сделку вы заключили с Хемичем, но ты должна знать, он и мне кое-что пообещал. Следовательно, одному из нас он сказал неправду. Он понимает, что он мог ей пообещать. И что-то он ему пообещал. Если так, то если одного кого-то спасут, то это означает, что он кому-то сказал неправду. А вот это уже привлекает внимание Китнес. Двойная сделка, двойная игра, и только Хемичу наверняка известно, кто обманут. Она поднимает голову, смотрит в глаза Пита. Вот зачем ты это мне сейчас все говоришь? Для чего? Какая цель? Он говорит, чтобы напомнить, насколько разные у нас обстоятельства. И он аргументирует так. Если умираешь ты, у меня ничего не остается. Ты единственное, что у меня есть. Ты вся моя жизнь. Я уже кроме тебя никогда счастья больше другого не найду. Она, конечно же, хочет возразить. Это же Китнес Эвердин. тут же он палец прикладывает к губам и продолжает. Ты другое дело. Не скажу, что тебе придется легко, да, но у тебя есть семья твоя. У тебя есть твои родные. У тебя есть те, ради кого ты можешь жить. И тут он снимает с шеи цепочку. И на ней медальон. Здесь у нас медальон круглый, с выгравированный или там какой-то рельеф такой рельеф пересмешницы. В фильме он у нас прямоугольный. В фильме он у нас как складень вот так раскрывается на три створки. То есть две створки одна в середине. Здесь он у нас просто открывается на две части. Он нажимает эту кнопку, открывается и она видит, что внутри он полый. Мало того, что внутри полый, внутри вложены две фотографии. на правой половинке снимок мамы и прим. Они радостно над чем-то смеются. Слева Гейл и на лице у него тоже искренняя улыбка. Сейчас ничто не могло бы сломать меня быстрее, нежели эти три портрета. Два портрета. лица лица. Портрета два, лица три. После всего, что я слышала считанные часы назад, это удар ниже пояса. Вот этот момент, который я хотел бы указать в переводе. В оригинале говорится this is the perfect weapon. Это идеальное оружие против нее. Это идеальное оружие. Оно бьет безотказно. В русском варианте это удар ниже пояса. Ты нужна родным, китнес, произносит Питер. Вчера главное мне попалось на глаза один, я увидел один пост, там обсуждалось недавнее интервью с Джошем Джош Хатчерсом, который играет Питер. Допустим. И он говорил о своем последнем фильме с Джейсоном Стэтхемом Пчеловод. Кстати, я вчера посмотрел, такого мерзавца играет Джош. Хорошо играет, конечно, но страшного мерзавца. Совершенно не Питер. И там у него спросили, есть ли какая-то вещь, которую вы когда-либо со съемочной площадки взяли себе. Он говорит, я взял вот этот медальон, который я впервые появился в фильме Catching Fire. Он пустой, конечно, на него можно было цифровым образом наложить что угодно. Вот он его взял себе. Но та фотография Прим, у меня это пунктик, та фотография Прим, которая вот видна была в том кадре. Конечно же сказывается то, что потом она какая-то такая в полутени, в полутьме, такая хрупкая, как будто из прошлой какой-то жизни. Давно, из давних времен. Мама ее Гейл, а вот Ну это опять-таки это такой мой момент. Видит эта Китнес и что до нее доходит. Мы подходим ко второму моменту по переводу. Я открою оригинал. Родные. Мама, сестра, мнимый кузен. Семья, мама, сестра и мой мнимый кузен. Но замысел Пита слишком четко, слишком легко разгадать. Он хочет, чтобы однажды Гейл и вправду сделался частью моей семьи. Пита хочет, чтобы Гейл оказал действительно нет. Пита хочет показать, что Гейл действительно ее семья или же будет когда-нибудь ее семьей, если она выживет. Потому что если выживет она, это означает, что не выживет Пита. И если не выживет Пита, то Гейл когда-нибудь станет ее семьей. И он хочет сказать, что она выйдет за него замуж. Он хочет, чтобы однажды Гейл и вправду сделался частью моей семьи, чтобы я победила и вышла за него замуж. Пока что все нормально. И вот предложение, которого нет в переводе. Маленькое, может быть, не столь значимое. Вам his life and Гейл at the same time. Поэтому, то есть, таким образом, Пита отдает мне и свою жизнь, и Гейла одновременно. То есть, он одновременно отдает ей и себя, и Гейла. Я специально отметил этот момент. Вам судить это, насколько важно. по-моему, очень. Чтобы даже не сомневалась по поводу выбора. To let me know I shouldn't ever have doubts about it. Everything. Все. Питер задумал мне отдать все. That's what Peter wants me to take from him. Вот что она хочет, чтобы он взял у нее. Вот в этом медальоне он отдает и себя, и Питер. Он дает ей мотивацию для жизни, мотивацию для того, чтобы жить. Если она выживает, она будет жить ради своих близких и ради своей семьи, и в этой семье она увидит рано или поздно Гейла. если Питер не выживает, а выживает она. И вот он ей это дарит. Какой же силы внутренней должен быть этот человек? Я жду, когда он заведет речь о ребенке, ради следящих за нами камер, но этого не происходит, значит наш разговор не был частью игры. Питер на самом деле искренне дал мне понять, что чувствует. О как! А я никому не нужен, говорит он, без нотки жалости к самому себе, трезво оценивает ситуацию. Да, семья без него проживет, погорюет, похоронит и забудет. Хемич тоже погорюет сколько-то, в алкоголе утопит свое горе, но переживет. А вот лишь один человек на свете действительно пострадает от этой невосполнимой утраты и это я. Она поняла это. Не просто почувствовала что-то через какие-то другие символы, там, не знаю, знаки, какие-то слова, действия, взгляды, она это поняла сейчас. Единственный человек на свете, который пострадает от того, что Пита погибнет, будет она. мне ты нужен, она возражает, мне. Он набирает легкие в грудь, чтобы попытаться как-то ее там дальше переубедить, а она устраивает поцелуй. Она своими губами касается его губ, поцелует, он все пытается там что-то сказать, потом оставляет эту затею и поцелуй их длится до вспышки молнии. Он их приводит чувства. Но я хочу, чтобы мы вот эти два параграфа вместе прочитали, потому что голодные игры, да? Здесь говорится о том другом голоде, который вдруг сейчас просыпается. Ну вот опять это странное чувство. Так уже было однажды в прошлом сезоне в пещере я целовала Пита, выпрашивая подарки у Хеймича. Потом это происходило тысячи раз, и во время игр, и потом, но только единственный поцелуй затронул что-то в моей душе. Пробудил жажду большего, правда из раны на голове тут же побежала кровь, и Пита уложил меня обратно. Мне, кстати, в одном из комментариев помогли, сказали, когда я сказал, я высказывал точку зрения президента снова, о том, что вот когда она Гейла целовала, Гейл ее когда поцеловал, вот это было что-то такое чересчур, да, это точка зрения снова, скорее, а меня поправили, сказали, вот там, вот там был какой-то такой настоящий поцелуй. Второй порыв. На этот раз нам ничто не мешает, напарник делает еще несколько попыток заговорить, и наконец сдается. Внутри меня разгорается обжигающее чувство, оно разливается из груди по всему телу, по рукам и ногам, до самых кончиков пальцев. Жаркие поцелуи не утоляют, наоборот, распаляют желания. А я-то считала себя знатоком по части жажды и голода. Но здесь нечто новое. Что это за голод? Бах! Молния! Вспышка! Финик просыпается, вскрикивает пальцы в песок, он понимает, что то, что его сейчас томило во сне, это сон. Он им говорит, так, все, говорит, вы кого-нибудь из вас сменю, я уже спать не могу. Понимает ситуацию, говорит, ну, или обоих сменю, там, вместе идите. Пита говорит, нет, слишком опасно, я не устал, китность, ты иди отдыхай, я посижу. Она не возражает, силы еще понадобятся, и пита надо же все-таки держать. И он ее отводит, укладывает там, где все лежат, надевает ей на шею вот этот медальон, застегивает цепочку и опускает ладонь на живот, говорит, из тебя выйдет отличная мать. Значит, во-первых, она понимает, что пошла игра на публику. То есть та часть, когда он ей действительно говорил, то, что он чувствует, закончилась. Так, но сказал он это просто так на публику, или все-таки он на что-то намекает? Вдруг за его словами скрывается нечто большее. Намек на то, что когда-нибудь мы с Гейлом могли бы иметь детей? Если так, то это был удар мимо цели. Во-первых, у меня совершенно другие планы. А во-вторых, если кого-то из нас двоих и можно представить в роли родителей, любому ясно, это буду не я. Тут, наверное, я не уследил. Ну, может быть, как-то это четко видно, а я не увидел. когда она говорит, если кого-то из нас двоих им можно представить в роли родителя, любому ясно, это буду не я, а кто. Гейл или Пита, о ком она говорит. Снова читаю. Намек на то, что когда-нибудь мы с Гейлом могли бы иметь детей. Если так, это был удар мимо цели. Во-первых, у меня совершенно другие планы. Во-вторых, если кого-то из нас двоих, ее и Гейла, вот я так думал, можно представить в роли родителя, любому ясно, это буду не я, а кто, а Гейл, я обращаюсь к оригиналу, и в нем четко написано. А во-вторых, если кому-то из нас двоих и можно представить в роли родителя, любому ясно, это будет Питер. То есть, для меня, например, это, может быть, было так как-то непонятно. И во времена своего первого прочтения, второго, там, не знаю, какого-то третьего, я, может быть, упускал этот момент. Я, может, вообще не чувствовал этих диалогов, а сейчас чувствую. Это будет Питер, хороший родитель. манья. И вот она засыпает и в своих предсонных мечтах думает о жизни в таком месте, в таком мире, где нет голодных игр и Капитолия. Мир, похожий на луг из песенки, которую я пела умирающей Рути, где ребенку пита ничего не угрожало. Где ребенку пита ничего бы не угрожало. Она уже беспокоится о детях пита. С детьми пита понятно. Что же она? Когда она дойдет до этого? Еще идти, идти и идти. Мы же посмотрим, что будет происходить завтра, после того, когда она проснется. спасибо всем большое еще раз на связи. Пока. Или вот так. о лук. Субтитры сделал DimaTorzok